Девочки, дорогие, любимые мои, я вас всех очень рада приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас, значит, что? Сегодня у нас понедельник. Вчера сняла вам видео, но вы знаете, со мной же что-нибудь приключится, не получилось у меня его выставить, поэтому по-честному снимаю сегодня. И еще, вчера я с вами хотела поговорить про хлопок, сегодня я уже передумала, как вы понимаете, на улице прохладненько, поэтому дальше продолжаем вязать свитерки. Сегодня я вам расскажу, что происходит с моей курткой. Хотите вы этого, не хотите, я вам все равно расскажу, что я начала вязать, и вам расскажу про свой любимый свитерок. Вот этот вот свитерок, я вам сегодня про него расскажу. И расскажу вам так, я в этом вообще ничего не понимаю, с каких это ниток связано, вам расскажу. Вот, и вы тоже перестанете понимать. Вот такой вот канал, да? Ну, в общем, вы меня знаете. Кто впервые на этом канале, девочки, здесь нет никаких попетельных мастер-классов, я никому, ни к чему здесь не учу. Здесь просто рассказываю про то, что я связала, как я это примерно сделала, и какие нитки я... В общем, канал, в общем, ни о чем. Ну что, девочки, начнем с чего мы? Начнем мы с того, что я себе буду вязать, во-первых, брюки. Да, начала я вязать брюки. Опять я нахваталась всяких, как говорят, знаете, я этого не люблю. Вы знаете, я не люблю плечевые изделия, ВТО и процессы. Для меня эти слова просто... Ну, не люблю эти слова. Вот. Но начала я вязать... Значит, брюки начала вязать, майку начала вязать. Майку начала вязать... Ну, не сегодня я вам про нее расскажу. В общем, что меня вдохновило на эту майку. И мне нужно испытать нитки. Я с таких... Вот с таких вот ниток я буду вязать себе майку. Называется Style. Это хлопок. Здесь хлопок и 67 хлопка, 33 вискозы. Но я хочу потренироваться связать майку, потому что я себе хочу из таких ниток вязать сарафан. Потому что, девочки, еще раз вас, я предупреждаю вас, лето будет, и сарафаны по-любому нам надо вязать. Я себе взяла вот такой вот черный на сарафан. Но это вообще не сегодня. Да. Сегодня, значит, что? Про вот эту вот кофту. Я вам сейчас сниму вот эту вот жилеточку, которую вы уже 20 раз видели. Эта кофта у меня тоже, она не новая. Вот теперь смотрите мой вкус. Вот это, вот то, что я люблю. Вы видите, какой здесь цвет. Вы все скажете, этот цвет, Лариса, вообще не твой. Это такой цвет тебе не подходит. Я знаю, он мне не идет. Но это мой любимый цвет. Вот смотрите, вот такая вот у меня кофта. Светерок, да. Очень-очень тоненький. Он такой, девочки, легкий. Он такой приятный к телу. Он вообще не колется, не кусается, ни вот кто, если чувствительный. И я думаю, что он будет гипоэргенный. Вот кто на шерсть реагирует. Ну, это я точно не знаю. Но говорю вам, с каких ниток это связано. Это моя, как сказать, я не часто вяжу с бобинной пряжи. Это бобинная пряжа. Это пух верблюжонка. Фирма Модеста Биаджоти. Или Биаджоти Модеста. Я не помню, как она называется. Вещь, нитка сама дорогая. Здесь 800 метров в 100 граммах. Довольно-таки тоненькая. И я заказывала. Это мне муж на Новый год. Но не на этот. Ну, в общем, вот этому свитерочку, наверное, года три. Кто за мной в Инстаграме следил, я там, по-моему, его показывала, этот свитерок, когда я его вязала. Вот. Ему уже не первый год. Вот смотрите. Я его ношу, не жалею. И он у меня, как сказать, он не сильно и мнется, не сильно закатывается, хотя я думаю, что, ну, как сказать, ну, вот, смотрите, я с ним ничего не делала. Вот он вот так вот закатался. Поближе вам покажу рисунок здесь. Вы думаете, что это простая плетенка? Нет, здесь плетенка с накидом. Здесь мне нужно было, чтобы вот этот рукав, он был, как бы, видите, он как, вот, если согнутая рука, то он прямой. А так вот он, ну, вот здесь вот он как отвисает. Ну, мне так нравится. Вот такой вот у меня свитерок. И смотрите, он ложится как хорошо. Он неправильно связан. Здесь, видите, не очень вот эта вот резиночка получилась. Но я вам хочу сказать, это мой первый, наверное, опыт с такой ниткой. И что еще вам хочу сказать, чтобы вы знали. Ну, то есть, чтобы вы не знали. В общем, я вас сейчас запутаю до конца уже. Ну, вы же понимаете, да? Значит, смотрите. Взяла я эти нитки, и я их очень хотела. Очень-очень хотела. Я не помню, сколько они стоят. По-моему, они тогда стоили 350, ну, на наши гривны, 350 гривен 100 грамм стоили. Это где-то, ну, я не знаю, сколько это в долларах. В общем, переводите, как вы. Они, наверное, и так, и сейчас так стоят. Потому что, ну, вещь очень хорошая, очень достойные нитки. Мне нравится. И я ж вы знаете, я никогда не слушаю никого. Его я сначала делаю сама, а потом уже смотрю, кто как сделал. И вот я заглянула сейчас в интернет, что девочки говорят про эти нитки. Почему-то они у всех вытянулись. Значит, как делаю я, если вяжу вот какие-то такие вот вещи для меня неизвестные? Это известная нитка. Это нитки для ручного вязания. У них уже, как сказать, они в основном не садятся, не линяют, ничего с ними не происходит. Бобинная пряжа, она же используется в производстве. Вы понимаете, да? То есть там вяжут с учетом того, что они там будут ее как-то стирать, обрабатывать и все такое. Но мы же в домашних это условиях делаем. Поэтому, вот смотрите, как я делаю. Я не вымеряю сантиметром, там вот, да, линеечкой. Я не меряю, вот сколько я связала, потом сколько у меня село. Я так не делаю. Я взяла, связала образец. Почему бумажка вот такая вот скрученная и помятая? Потому что она у меня вот здесь вот лежит, чтобы я не забыла. С 300 грамм у меня осталось ровно 100 грамм. Вот. Вязала я этот свитер в две нитки. Кому будет интересно, девочки, но я вам вот рекомендую просто вот эту пряжу. Я думаю, что и детям будет очень хорошо она. Ну, так. Смотрите, как я делаю. Я связала образец. Вот я вам поближе сейчас покажу. Смотрите. Вот я связала образец. Я его обрисовала, так приставила, да, обрисовала его и постирала. И вот смотрите, я теперь, ну, то есть я сразу знаю, сколько, вот, вот так вот у меня села нитка. Понимаете? У меня села. А девочек смотрю, они говорят, что пух верблюжонка наоборот вытягивается. Вот у меня произошло вот так вот. Вот кому будет удобно, вот, знаете, что не надо рисовать, не надо измерять линеечкой. Вот так вот лучше всего. Так нагляднее всего. Ну, в общем, вы представляете, какие для меня были интересные расчеты. То есть свитер вязался вот такой длинный. Здесь он как было, так и осталось у меня. То есть рукава были вот такие. Вот этот рисунок тоже нужно было рассчитать весь. В общем, вот так вот я с этим свитером игралась. Ну, когда я его вязала, это, ну, такое удовольствие я не получала. Ну, редко я вяжу вот вещи, чтобы я получила такое удовольствие, как я получила вот от этой вещи. Значит, вязала я его вам сразу говорю. Вы знаете, я не люблю вязать сверху. Ну, то есть я вяжу сверху, но так себе, не очень я люблю. Это вязано снизу сюда, снизу сюда. Потом я здесь объединилась и пошла вот здесь сокращать. Вот кому, если будет интересно, вот так вот выглядит, вот так, здесь так выглядит и здесь вот полосочки. Убавляла я вот здесь, вот здесь убавляла и прибавляла я. Так что вот это вот, это моя, вот моя любимая модель, в которой я себя чувствую вот комфортно. Вот это вот такое вот я, я очень-очень такое люблю. Так что, ну, я думаю, что все со мной не согласятся, потому что скажут, Лариса, тебе хорошо и желтенькое, и синенькое, и это. Особенно будет, особенно мама недовольна такими моими цветами. Мама вообще не любит, вот, вот, чтобы я вот в таком виде ходила, она не любит. Она любит, чтобы у меня было что-нибудь такое веселенькое. Ну, вот так вот я вам рассказала про этот свитер. Ну, что, сзади то же самое. Вот так вот он выглядит. В общем, люблю-люблю его, страшно, как я его люблю. Так, про это я вам рассказала. И еще, вот знаете, девочки всегда, вот, берут, допустим, бобинную пряжу, и с ней берут ей, как говорят, в подмот, да, вот, чем-то ее мешают, эту пряжу. Так вот, я думаю, вот, если она садится вот так вот в длину, да, если я возьму сюда что-нибудь хлопок или какой-то, допустим, ну, вискозу какую-то или что, это что же будет с ниткой? Вот я, кстати, я не пробовала, но мне кажется, это будет, вот, как угадать? Я не понимаю. Ну, в общем, я сама запуталась и вас запутаю, чтобы вы тоже не были уверены так сильно. Ну, я не уверена, и давайте и вы будете не уверены. Правильно? Правильно. Так, вот про это я вам хотела сказать. И еще, вот это 100 грамм у меня осталось, значит, у меня хватит, девочки, на еще кофточку. Но, вот это, вот у меня два кусочка, вот этот я вам показала, как я измеряла его и стирала. Стирала я его обычным, необычным, обычным. А, сначала необычным постирала, вот это вот он сел. Вот он темней, с него как бы сбился цвет. Вот этот темней. И когда его вяжешь, он такой грубый-грубый. А как, ну, не то, что прям грубый-грубый, ну, грубоват. А когда вот его уже связал и вот постирал его, он, ну, такой мягкий, ну, просто, ну, классный. В общем, кто будет брать пух верблюжонка, берите, даже не сомневайтесь. Я думаю, что вам понравится. Нету здесь таких прям пухов больших, вот он не сильно пушится, кто не любит. Естественно, не ворс, ничего с него не лезет. Вот. Так вот, я думаю, вот 100 грамм у меня осталось, видите. Вот этот кусочек у меня связан в одну нитку, вот на просвет. Вот, на просвет, чтобы было видно, да. Видите, он такой тоненький-тоненький. И обратите внимание, какая спица. Четверка, аж четверка. Резинку не держит, ничего не держит, просто для красоты здесь. Это все дело так, что если кто будет, то знайте. Вот про вот эти нитки я вам хотела рассказать. То, что знаю про бобинную пряжу. Еще у меня была бобинная пряжа, я вязала лен натуральный. Ну, это мы с вами потом поговорим про лен и про хлопок. Это мы вам с вами потом поговорим. Вот. Вот это вот я вам хотела сегодня рассказать. Про свой любимый, прелюбимый, очень-очень любимый свитерок. Вот. В общем, рассчитывала я его и пропорцию составляла. И, в общем, все. Я уже не помню, как это было дело. Ну, в общем, вот такой вот он у меня получился. Не знаю, понравится вам или нет. Ну, так, знаете, пишите аккуратненько. Скажите там, Лариса, мне цвет не нравится, но сам свитер ничего. Вот так вот пишите в комментарии. Да. Про это я вам рассказала, девочки. Про то, что собираюсь делать, я вам рассказала. Штаны вяжу. Так, теперь я вам, хотите вы этого или нет, да, все уже испугались и быстренько меня выключили. Не надо меня выключать, потому что я вам все равно буду рассказывать про эту куртку очень-очень, ну, я не знаю, как долго. Вы знаете, такая погода, вроде бы и вяжется она потихонечку, ну, очень потихонечку. Может быть, я ее и довяжу, а может и не довяжу, не знаю я. В общем, моя задача довязать ее до сюда, ну, там уже рукава и там еще капюшон же. Вот. Ну, в общем, пока моя задача довязать ее, вот, ну, короче, до плечей. Так, смотрим. Вот я уже вывязываю это на красной стороне. Сейчас я вам выверну ее на черную сторону. А микрофон же мешает, я же не могу вам, вот, пойти я вывязываю рукава, ну, проймы. Проймы. И сейчас я вам покажу, как всегда, да, тот секрет, который никто почему-то не рассказывает, но я вам всегда его рассказываю. Чтобы не спрашивать, сколько петель, как на каком, сколько там рядов надо провязать, пройму или там горловину, как сделать. Вы просто берете, сейчас смотрим на черной стороне и сразу видим, как я рассчитываю все модели абсолютно. Все модели абсолютно. Я рисую вот так вот на куске то, что я связала. Вот такую вот выкройку я рисую здесь. Все. И теперь я вот эту пройму вяжу вот по вот, вот, считаю сколько рядов, сколько мне надо куда дойти. Вот сюда дойду сейчас. Буду делать горловину, скос плеча и вот это вот. Вот, вяжу я сразу три, два, ну, разделил, вот, с трех мотков я вяжу. Вот. Видите? Вот так вот я вяжу. Я их перемотала тоже, кому будет, если кто будет вязать вот так вот, жаккард такой. Вот так я их перемотала, потому что ниток идет одинаково. Правильно? Вы же сразу вяжете и, ну, вот я вяжу сразу и красную, и черную сторону получается. Так что вот я вяжу с трех мотков. Вот, вот так вот я. Ничего тут не путается, ничего тут, ну, в общем, нормально идет, хорошо, очень удобно. Так, ну, так, смотрим теперь ее на черной стороне. Ну, вот я довязала, вот уже вот так вот. Вот. Нет, даже выше. Вот. Сейчас. Вот я уже примерно дошла до горловины. Вот, смотрите, видите, вот пройма у меня, вот еще чуть-чуть, ну, буквально вот столько, и я уже буду вывязывать горловину. Вот такая вот куртка у меня получается. Не знаю, что будет дальше с ней. Ну, в общем, посмотрим. Надо будет ее довязать. Вот так вот она смотрится. Вот так она сзади смотрится. Вот, девочки. Вот это вот то, чем я занимаюсь. Значит, как я вам говорила, хочу я себе связать этот черный сарафан. И что еще я вам хотела сказать, что еще я вам хотела сказать. А, так. Про, да, понимаете, да, там сказала, тут забыла. Еще раз я вам хочу сказать про этот. Это я вот узнала недавно, ну, вот недавно я узнала. Оказывается, вот у этого пуха верблюжонка у него очень низкая статичность. Ну, то есть не электризуется он. Поэтому он на себя очень мало притягивает пыли, грязи. Тоже никогда не знала, никогда не понимала, что такое самоочищающиеся свитера. Вот, знаете, говорят, кашемировый свитер, он самоочищающийся. Вот как, думаю, это он само... Оказывается, это маленькая статичность у волокна самого. Вот, ну, конечно, если дезодорантом забрызгаться это, то, ну, понятное дело, что стирать надо, да. Но все равно приятно, что он такой, ну, на себя пыль, короче, не собирает. Вот, ну и что? И все. Все, что я вам хотела рассказать сегодня. Да, девочки. Вот, что я вам хотела пожелать? Как всегда, пожелать я вам хотела хорошего настроения. Я думаю, что для нас все новое, это вообще для нас, ну, прямо, прямо, знаете, если что-то появляется новое, для нас это удача. Во! Вот этого мы не знали, поэтому нам обязательно нужно это попробовать. Обязательно нужно попробовать. Поэтому мы беремся за все, за все, за все, что нам интересно. И, девочки, я вас хочу поблагодарить от всей души за комментарии. Я вас хочу поблагодарить за то, что вы друг с другом общаетесь в комментариях, что вы пишете друг другу, помогаете найти видео, помогаете там, какие-то друг другу даете советы. Вот это, для этого я, наверное, и делала этот канал. Чтобы мы все с вами объединились, чтобы нас с вами объединило вязание, но в то же время, чтобы мы знали, что мы с вами, девочки, все одинаковые. Мы с вами хотим только одного. Мы с вами хотим жить приятной, хорошей, счастливой жизнью. Вот это я вам хотела пожелать. Я вас очень-очень люблю. И я вам очень-очень благодарна. Ну, как всегда, хорошего настроения. До новых встреч. Извините меня, что я вчера не вышла, потому что так получилось, сняла все для вас. Но вы же знаете, со мной всегда что-нибудь случается. Так что пусть с нами случаются всегда хорошие, хорошие случаи нам всегда подворачиваются. Все, девочки, всем счастливенько. Всем пока-пока.